Так, друзья, третий фильм за сегодня. Причём второй фильм был особый. Сейчас я вам ещё раз покажу. Вот он только сейчас вышел. Железа ментальной селекции. Представляете, ментальная селекция. Так, проверяю, запись идёт. Это ещё один термин. Да, войдёт в учебники лет через 500. Ладно, через 50. Когда-то, когда я сейчас не себе, нас целая компания живых и мёртвых. Так, Горько. Сегодня будем говорить о Латинкове. Когда-то была библейская притча и библейский рассказ, или ещё как-то звучит, не помню, что надо было, чтобы вымерли все люди, которые жили в рабстве. Тогда только народ был приведён в места обитованные. Вот. 40 лет. Науке тоже сейчас такое затишье. Именно затишье. А время идёт. А мы живём всё хуже, всё страшнее. Вот. Для этого есть предпосылки. Я не о политике. Всё скрыто в нас самих. Вот. Когда-то, чтобы было сподручнее нами управлять. Вот. Это значит управлять нами. Это плохое слово в данном случае. Отказались от Бога. Вот. И пришлось науке, как ни старались, существовать в узких рамках. Потому что многое из того, что можно было развивать, вступало в противоречие с мировоззрением, ну, назовём, в советских времён. А вы скажете, а западная наука развивалась? Да, развивалась. Очень развивалась. Вот. Кто-то говорил, где-то у нас один, в норме, скажут, на 70 американцев. Вот. Грубая эта самая цифра. Не совсем правильная, но соотношение вот где-то такое. Вот. Как это было случиться? Там тоже есть урифор. Вот. И дело вот ещё и другие причины. Лучше оборудованы лаборатории. Вот. У нас было 50 тысяч танков. А где-то было 50 тысяч микроскопов электронных. Понимаете, о чём речь? Вот. И в результате отставание нарастало. И главное, нам мешало ещё то, что когда-то я беру только свою область. Это садоводство. Там, где я что-то понимаю. Я понимаю, ещё металлургия. Да. У меня есть регалии. Всё. Дипломы. Вот. Ну, в данном случае моя вторая профессия фермера, она мне помогла тоже. Всё-таки 40 лет. И не так уж мало. Вот. И что мне очень помогло? Школьный курс биологии. Школьный курс. Он не рассчитан на среднего ребёнка. Извините, я не выставляю себя ребёнком-гением. Нет. Вот. Нет. Но всё-таки на среднего ребёнка он не рассчитан. Вот. Потому что там очень много то, что вообще не надо ребёнку знать. Знаете почему? Если брать за все годы, там огромное количество тысяч непереводимых, неосмысляемых, непонятных человеку термин, а он их зубрит. Вот. Засаряя мозги и превращая их в этот склад с пыльными вещами. Вот это произошло. Вот. И вторая причина, к сожалению, когда две скрестнулись смертельные, подчёркиваю, смертельные схватки две научные школы, отменив проигравшая школа, была вначале первая, проиграла, потом вторая, было выбито много ценнейших кадров, а их самое главное, что всё, что было связано с фамилиями Мичурина и Лусенко, по неволе предали забвению, потому что не может быть, Лусенко негодяй, а мы будем его, это, цитировать его, хотя бы цити, хотя бы, не только использовать, но хотя бы цитировать его мысли. Николь Фуси не знаю, и Мичурина не знаю, и визитивная гибридизация не существует. А у него вот такой книги, вот, сейчас тема не сегодняшняя, чисто в виде визитивной гибридизации мы проходили, будем проходить. Вот эта книга, там огромный раздел, называется «Вегетативная гибридизация». Понимаете? Вот. Почему я это говорю? У меня сегодня сложнейшая тема, очень сложная, и, к моему великому сожалению, вот, она будет интересна очень малому кругу. Вот. Вспомним цитату из письма Петра, так, вот, который, нет, он не осуждал меня, ни в коем случае, нет, он не осуждал. Он даже, даже, он не критиковал меня, железно. Ну, помните, предыдущий вебинар, да, он взял и предупредил меня. Я теряю аудиторию, и действительно, и другие у меня уже с тревогой, аудитория-то сокращается. Я сижу и думаю, что с этим, то есть, что же происходит? Значит, уже как садить, все знают, уже как не калечить, все знают. То есть, как правильно выросли дерево, и как неправильно, если делать вот этот, начинает там с прищипыванием, вроде бы, безобидный прием, ошмыгивание, страшная вещь. Все все знают. Аудитория должна сокращаться. А сегодня она сократится еще более. А вдруг до одного человека сократится, а? А вдруг? Вот. Сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Пока сейчас это настраивается, этот самый, по договоре. Сейчас я вам хочу, что объясню. Вот. Адракты, я был в Селябинске. Вот. Я не знал, что Латинков существует на свете. Меня пригласили, как спецариста, с целью провести небольшой, как это называется, когда небольшой такая лекция, мастер-класс, да. У Степанова, который, фамилия Степанов, гениальный директор, Владимир Васильевич, гениальный директор НПО Челябинск, НПО Россия, да, крупнейший питомник, восемь кандидатов в наук, вот, и вдруг он поверил, что я могу привезти пользу, он пригласил меня в гости. Я выступал там в качестве ревизора, вы поверите, я обыкновенный фермер, самый обыкновенный, тому же бывший металлург, за последний раз получал поморги, вдруг ни с того ни с сего оказался в роли преподавателя. Весь отдельная фотография, я там много фотографировал, вот, и вдруг оказалось, что из десятков знакомых вот, вечерами приходили ко мне в гостиницу, я никого не знал, я никого не знал, я Владимирович не знал, вот, и вдруг ко мне приходят считала тиньковых, сейчас мы доберемся до них, сейчас доберемся, так, давайте посмотрим ближе, вот, это мы первую серию проходили, вероятность этого сада одна из десятков миллионов, то есть, этот сад вам снится, нету его, не может быть, потому что это все из семян, из первой попытки, вот, а вот о ком мы будем сегодня говорить, да, об этой сети, вот, и эта пара красивая пришла ко мне в гостиницу, вот, и опять начал, не смог быстро говорить, почему, потому что, ну, а кто еще расскажет, ну, кто, ну, так сложилось, что уже, наверное, человек 40-50, которых никто никогда не знал, не подозревал, ну, разве что скупые строчки под статьей, как Чернышов, ученый-агроном из этого, из Саратова, да, а там только кроме фамилии и адреса ничего нет, а потом, бах, в моей книге появляется целая глава, которую я собрал из его писем, вот сколько у меня такого материала, а один из самых выдающихся деятелей, современный, вот, нет, я не называю его современным садоводством, современное садоводство это наука, а на садоводство пока на задворках, сегодня я общался с Иерна Санасовини, да, аспиранткой и моей ученицей, моей помощницей, моим другом, моей дочкой, вот, и я сказал так, что мы даже не открыли дверь в новое, не я, Лутинков, еще десятки наших, 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 я говорю, вот, не открыли дверь, мы ее только приоткрываем со скрипом, появилась такая щелочка, через нее кто-то, может, проскользнет, а может, мы не, а у нас завтра захлопнется, почему, потому что садоводству сегодня никому не интересно, что толку, что Лукашенко отправил книги, все, по усу, вежливое, до того, замечательное письмо, ну, какое я замечательное, я узнал из этого, из письма заместителя министра сельского хозяйства Беларуси, ну, просто чудо, ну, я вообще, оказывается, чудо, вот, от толку, вот, это был просто вежливый отказ в моей технологии, красивый такой отказ, ну, погладили по головке ребенка, вот, представляете, а сколько у меня таких случаев, и вот, получается, все же, я хочу вернуться в фото галерея, я еще раз говорю, я это называю приоткрывание, приоткрывание двери, причем, пока это узкая щелочка, кто через нее проскользнул, сейчас будет серьезный разговор, через нее проскользнул, через нее проскользнул, через нее проскользнул, вот, это человек, да, сейчас вы увидите, я первой серии чуть-чуть затруднил, вот, 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 про этого человека, невероятный параллель мировой науки, новую эру биологию, одиночку сделал россиянин, ученый ТТТ Максимович открыл новый фундаментальный механизм хранения, вот, открыли его мы, он его только обосновал, как это самое, как, уже как теорию, молодец, умнейший мужик, впереди перспектива, лечение неизлечимой болезни, механизм старения, возникновения жизни, мы с Сатинковым уже давно открыли, но, что понимают журналисты в этом, им нужна была сенсация, они ее сделали, что будет дальше с Никитином, неизвестно, возможно, обратно задвинут, потому что он пошел, обошел всю науку, это самое, работал в одиночку, одиночки нам не нужны, вот, почему перед его фамилией не стоит 10 фамилий академиков, тогда была бы стопроцентная вероятность получения русской премии, вот, ну, а, я еще, когда, Горько говорил, еще, в 2014 году, открыв, вот это вот, вот это вот, открыв, Горько говорил, в 2014 году, в книге, в моей записке, зачарован, что есть две номерские премии, вот, я не то, что я говорю, караул там это, еще, и Никитин меня не этот, как сказать, не украл мне ничего, и не опередил меня, это просто как лыжня, вот, я шел первый на латинку, а потом второму уже легче идти, третьему легче, и так по маленькому наука прорвется, но она могла бы быстрее прорваться, чтобы это случилось, я сейчас хочу, вас, как сказать-то, рассказать об одном из предтеч, уйдя в тот мир, наш друг Юрий Алексеевич, стал предтечей, теперь он предтеча, представляете, вот, и, сейчас я еще разочек, еще разочек, в этом самом, фотогалерею, вот видите, вот эта вот девушка, для меня она дочка, очень серьезная женщина, молодая, симпатичная, вот, это один из тех немногих, я цепляюсь за слова Петра, наверное, там было 10 непереводимых выражений, честно, научных, мне пришлось даже два раза лишь словать, трудновато все-таки, а металл, вот, какие-то я уже знал, самообразование, и, наверное, все это знает Елена Александровна Савич, я тогда обращаюсь к ней, и, наверное, еще нескольким десяткам, просмотров будет больше, люди будут терпеливо слушать, ну, немного, ну, 500, вот, из них несколько десятков, которым это пригодится в дальнейшей жизни, почему, почему я называю ее дочкой, ну, следующие поколения, но у нее брат Иван, вот, а он, только сейчас, заканчивает школу, вот это мое будущее, наше будущее, ну, что, теперь, после этого длинного, прям было, пойдем, пойдем, или не пойдем, пойдем, вот, 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 еще раз смотрим, идет и запись, так, и, вот он, семинар, железовый сады, моих друзей, вот, то, что вы видите, это, вторая серия, первая была про, ногу Татьяну Садну, возвращаться уже не буду, итак, вначале, мне очень сложно, я каждый раз, я разу теряем рассказывал, да, вот, уникальный человек, и что здесь интересно, да, что интересно, здесь очень большая, это уже старая, вот, начиная отсюда, да, смотрите, вот она Галя, Латинкова, вот, и тут, пропускаю вначале, вот это все, почему, сейчас поймете, вот я начал показывать, вот, рядом институт, ваша мать, пока это, связи у них никакой, вообще ноль, почему, ведь это все в институте должно расти, потому что только институт может использовать свои возможности, пусть еще бюджет, но тысячекратно может, мог бы это все использовать, вы понимаете, что вы видите, а, ведь что интересно, абсолютно самостоятельная компания, Юрия Латинкова, Галя Латинкова, ведь я вам покажу точно такие же сорта, вот, ну, начиная с того, что, например, вот это у меня, видите, вот, вот это у меня, вот это у Латинкова, дело в том, что это страшное обвинение в сторону науки, не в пользу науки, а в сторону науки, видите, вот, страшное обвинение, а эти, ну, уже, этим фотографиям лет 10-15, с тех пор многое изменилось, в лучшую сторону, ведь после этого знакомься, он взялся за мои клоны, так, взялся, и вырастил их уже в своем саду, вы этого не видите, это старые фотографии, но какие, это на момент знакомства, вот это все было, понимаете, а, друзья, это на момент знакомства, это сколько мне листать, я помню, листаю, 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 а оно не кончается, не кончается, рядом с Селябинским Госуниверситетом, причем профиль как раз то, что надо, рядом с Мятским, с этим самым, институтом экологии, где этот самый, Ваулин командует, вот, и который вырастил успешно мои эти самые, мои манджурсы, и это только было начало пути, вы понимаете, а если бы не безвременная смерть, я не говорю, что он умер, нет, он погиб, я устал, у меня уже пальцы болят, а я бы не показал одной трети, я хочу вас ошарашить, мне зло берет, что ничего этого нету, рядом в институтах, может, может, есть другое, но это должно быть, и на первом месте должно быть, ребята, ребята, ну, концерна этого нету, верю, доведешь меня до инфарктов, сколько я могу, это все показывать, это еще половина, просто остановиться, ну, а как мне показать правоноследие, а? Твою боже, мой. Принесу больше всего в шок, меня абрикосы вели, что там говорить? Так, допустим, я закончил, как это называется, когда вот так листаешь, листать, дальше я написал следующее, раз мы имеем дело с уникальным чеком, я решил не пропускать, вот, но, начиная говорить, Лозенкова, помните, я отплекся на Татьяну Александровну ногу, и что, зря, целое кино получилось, вот, в самом конце, а как называется, у меня же есть особый диск, особый, и восьмая часть диска называется Сады моих друзей, вот, и я сейчас просто это на будущее, чтобы узнали, что мне еще рассказывать, и рассказывать, и рассказывать, вот, извини, Алексеевич, это наш чек, я отвлекся, он еще раньше ушел на тот свет, поэтому, ну вот, и старше нас с тобой, поэтому, давай, несколько слов добрых о нем, и так, на заре моей деятельности удалось познакомиться с замечательным человеком и опытнейшим садоводом из города Саратова В.П. Чернышов, Валерий Петрович, вы, уважаемый редактор, уже знаете, а, ну, значит, это моя часть статьи, что у меня нет никакого почтения к книжным традиционным советам и преданиям в Союзе глубокой, а бывший заместитель саратовской зональной опытной станции института Вилар Валерия Петровича за другое дело. Потому что, если он писал и учил меня, то почему подумал я, это будет неинтересно или не полезно нашим читателям. Сейчас вы увидите связь времен, одно из важнейших вещей, откуда ты, можно ли, за такого не взялся. А сейчас скажу, откуда. Вот. Сейчас скажу. Итак, уважаемый всех и садоводов уже три года, как ни в живых, я прошу редакцию в случае согласия на публикование ничего не изменять и не сокращать в этом материале. Так я грех за редакцией был. И иногда казалось, что я сошел с ума, и они начинали это. Переделать мои статьи прямо в наглую. Итак, мои ответы опускаем. Письма о Хваре Петровиче раскрывается весь его не завалят и характер. Цитаты и списки привожу дословно не меняя ничего. Так будет интереснее. Знаете, что это такое? Сказать? Это глава моей книги. Потом она стала главой моей книги. А что? А разве это не интересно? Идем дальше. Как получилось связь времен? Возвращаемся чуть вверх. А связь времен получилась следующее. Я гордо говорил вам всем сейчас мне так хочется, чтобы вы любовались на эту фотографию прекрасной пары. Я гордо говорил всем следующее. Я никогда не учился ни по книгам чужим, ни по статьям, если только ругал их. И за мою жизнь я не больше двух советов со стороны воспринял. И один из них от Чернышева, от того самого из института Вилар, вот, ученого селекционера. Один из них звучал так. А расшифровка пришла потом. И мозги как. А он до меня очень рано с ним подружился. Он раз статью представительного хозяйства. А я раз статью представительного хозяйства. А мы с одного поле ягоды. Ну подумаешь, я металлурка, он этот самый. А он ученый. Что было дальше? Он взялся меня учить. И вот эти вот у меня до сих пор в архиве лежат вот такая пачкопище. А то, что вы видели, это были вышивки. И одна из них звучит так. Ну я, допустим, против летней обрезки. Ой, не против, я не использовал летнюю прививку. но одно самое ценное было в его писем, самое важнюющее, я вас не требую, важнее не бывало ничего в практическом вегетативной гимназиции. Внимание, смотрите, как пойдет дальше. Я наслаждаюсь этим разговором. Я размазываю его, как это, как кашу по тарелке, чтобы больше казалось. Вот. Но это НАТО. Его волшебная фраза. На прививку используйте нижнюю треть. Полность отрезанной ветки, полностью, потому что в ней больше всего пластических веществ. А мне, ой, еще дальше залезу, господи, два случая, я не подробно один раз в это летел из Еревана, второй раз летел, сейчас скажу, забыл, наверное, с Украины. И там, и там, представляете, прям в салоне всех вот так держат вот так вот связку с саженцами почти двухметровых. И я оба раза уговорил, а я тогда не знал, что можно было просто дать денег в голову. Я говорю, пожалуйста, мне хотя бы верхушку. И мне с раздражением мужики, которые везли в Саиногорск, на Новую Родину, в Хакасию, и отламывали вот такие верхушки. И когда я на этих верхушках прорастил, и я вместо вот таких слив, подчеркиваю, вот таких вот, потому что, по словам хозяина, они уже вот такие, получил размером с ногти верхушки, я тогда по достоинству оценил совет Чернышова про одну треть, где больше пластических височек. это был чистый практический совет, он пригодился. Я брал черенки, а черенок, а допустим, ну простите меня за эти разговоры, ну пожалуйста, умоляю, а то давляет, потому что я теряю последних слушателей. Давляет, страшно. У меня Мартилиан Анатольевич, она и будет слышна. Ну еще там дюшина моих друзей, особенно тех, кто это такие же. Не буду говорить какие. Так вот, значит, и так передо мной ветка вот такая вот. Я отрезаю снизу раз, по черенку шоу, два, три, снизу вверх на четыре. Про верхушки я уже говорил. Ну где граница реального? И она вот эта одна треть оказалась в этой границе. Самая нижняя, толщина вот как эти пальцы. Косой срез делать трудно. Иногда приходилось вращеб вставлять. Когда я вставлял вращеб двух-трехлетний дерево две ветки, за одно лето абрикосы, ну, заметьте, подвой два-три года. Вот такие вот. И вставлял парочку через год. Два. А у меня фотографии, я же не болтун. Там двое, я еще не достаю, встаю, не достаю. За один год я смотрю, трехлетний подвой за один год передал всю мощь, все ветки и тысячи цветочек почек. А это что? Ну, как-то не поверить человеку. Что, я испытал. Тюветочка выше? Ладно, берем прививку лучшей каплировкой. Простая, самая эффективная, но простая облога часто. А улучшенная с этим получается как бы замок, если говорить по-плотниски. вот, и крепче держится, эффективность почти такая уже, и оботал. Толстый, неудобный, и опять мощь невероятная. А, и вот, потом следующая ветка, чуть выше. Эх, жалко, где-то у меня тут ветки, до ветки вода, они на балконе. Ладно, уже не полезу за ними. Вот, следующая чуть-чуть тоньше. И сажен чуть меньше. Следующая чуть-чуть меньше. И сажен чуть меньше. А потом смотрю на их здоровье. И опять тот, который веткой с самой низу взялось. А еще мое железовское привать в основании штамба фактически хреневшеба. И чудо случилось. А потом в моей жизни появилась вот эта сладкая парочка. И дальше после этой преамбулы, после этой преамбулы, нет, давайте вначале посмотрим кому я рассказываю. посмотрим. Так, это ее руки волшебные. Вот. Я знаете, что сзади хотел показать? Тут еще есть скорость, эффективность. Чего тут только нет. Чего тут только нет. я хочу показать несколько деревьев, учитывая мало времени, которые были выращены руками, уже четырьмя руками. Тут нас не разделишь. Один обматывает, другой режет и наоборот. и так четыре руки и получилось наверное неплохо. И тогда я скажу, я подтверждаю эффективность, а потом я добавляю сюда Лутенкова добавлю, а он еще грамоте меня он теоретик. Нет, он гений, потому что гений это когда придумал, сделал, доказал эффективность и еще обосновал. Вот так я выставляю Лутенкова. Заметьте, не себя любимого. Сейчас еще есть фотография покровщика, которому я практически посвящаю этот фильм. Ну хоть один из наших в эту узкую щель в эту дверь пролезет может. Не знаю, посмотрим. Я взял урожай последнее угодно. Здесь побольше фотографий, потому что я сам снимал эти фотографии для научной работы. А вот это ну не все, я показывать буду подряд. Я буду говорить, которая к ней относится. Ничего пусть нельзя крутится, крутится. А вот это дерево. Здесь только красивые голубые глаза, а дерево это более старшее, скажем. Вот. И это более старшее. Вот. И это более старшее. Ничего найдем, найдем, найдем. И это еще старшее. Может я подеволю своими деревьями хвостаюсь? А почему нет? Вот эта девушка разве не украшает мои деревья, а? выращена моими руками. Вот. Мне наверное придется выбрать, а то я так долго буду. Долго буду, а всем некогда. А всем некогда. А всем некогда. Мне надо, знаете, Ричка была симпатичная, потому что там иначе не докажешь, что это ее работа. Ну так, 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 так. Надо было показывать в отдельной папке, там, где я уже выбрал их. Там, где я выбрал. Сейчас еще одну, два покажу, чтобы еще одну папку не открывать. А, ну, в принципе, вот она. Те, которые с линейкой, это ее. Ладно, поверьте мне, что линейка заменила ее в Елисо. Скажем так. Вот, 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 вот. где линейка там ее лисо. Еще хватит или еще зайти? пожалуйста. Рок, что ли? Здорово. Так, вот еще. Ну, а чем, чем сразу начинается рекордом? линейка, еще вот это? все так показывать не буду у меня есть отдельная папка называется досье там больше фотографий тем более еще и прошлогодние все проехали некогда нам мясо точить поехали работать и так значит вот сладкая парочка смотрим откуда начала и сейчас мы начнем еще раз одно из направлений это говорит анти ученые почему не существует на планете в научном понимании ментальной селекции не существует а я не существует в университетах это ментальная селекция и они существуют в институтах в академиях вот ее вообще не существует даже в опытных опытных научных хозяйствах только потому что это бесконечное скрещивание приводит даже то что делается специально даже то что делается сознательно так применяю страшные термины а скопирование нет все это проходили я не хочу а вот это вот ментально вероятность один на много миллионов это когда первая семечка посаженная дает вот такие вот плоды абсолютно культурные я уже говорил об этом я еще раз просто подчеркиваю это направление ментально нас с этим ком другое но татьяна санна много это это волшебница это ангел она умерла и наверняка сейчас там на том свете модера слышит меня есть такое у меня мнение что на этом все не заканчивается гробовой плитой там где лежит тело там души нету и душа никогда не умирает и вот и и душа родила мысленно а потом живую вот эти вот сорта и так мистическая селекция раньше назвал мистической ну давай ладно применю более хитрое слово ментальное пусть придираются а теперь возвращаемся эквентативной гибридизации значит смотрите вот это кому надо это надо у меня за 300 рубля диск покупать там 8 глав это только 8 так 300 рубля это не каждый может позволить себе поэтому вот эту восьмую часть 8 глава 1 7 это чисто практическая работа а моя а здесь я хвастаюсь своими друзьями вы друзья самые-самые и дальше вот так вот раз друга раз открыли посмотрели открыли прочитали сами управляете этим процессом а я не могу все это потому что это очень долго а я не могу забыть совет петра не испытывать терпения простых людей так у нас мало вот это вот я не виноват это его фраза это его фраза это его фраза я такой скромный а а он нет он написал лучше агротехнику уже доступным языком идем дальше мы перед друг другом не выкобучивались не то что за что кукушка хвалит петуха у нас обоих есть чем гордиться представляете у него в саду растут клод железово королевский клод железово серофим вот железово амур и так далее вот и что мне надо завидовать ему так еще раз полюбовались вот и теперь а я размажу на несколько этих фильмов по принципу самое главное будет все время казаться впереди 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 я как собака за своим хвостом бежит я быстрее хвост от меня убегать быстрее но не могу я не знаю что случилось почему на сегодня почему 16 февраля и вдруг эту тему начал раскрывать не знаю и так уважаемый поселить это кстати главный редактор журнала сады сибири газеты самый красивый в россии посылаю письмо от нашего русского друга самобытного садовода юга латинкова Юрия Алексеевича там на Урале как и мне в центре Сибири приходится нелегко по своим результатам он давно обогнал там больших авторитетов но пока не заработал ничего кроме общего на двоих садоводицей Шабан знаете где нас Шабана вы назвали я не поехал меня приглашали на первый садоводов но так для демократии Аладинков был и вот он с ужасом слышит как крупнейший абрикасовод России сейчас самый крупный считается Стримонель назвал нас Шабанови такое неприкрытое непререде мягко скажу вот так в такой атмосфере мы жили сейчас продургать-то с некому на первое место мы вышли оппоненты они как-то кто вымер а кто и кто и не смог ничего выросить какие они оппоненты учить что у дерева как эти выпуски с теми разомки лишние ветки вот на счет в России в холодной непосредственно это не оппоненты вот кроме письма прошу опубликовать хотя бы несколько фотографий из уникальной коллекции уральского шамана который я прикрепляю гляди в шаманах и прибавится значит оно тоже с уважением выжили вот сейчас стоит ли это все читать боже как это все нужно как все важно вот оно явление гетерозерства то что подтвердил Никитин черный самоучка вот как бы назвать молодой гений это все вот может правда надо все это прочитать что первое так ладно письмо главный редактор ой Валерий день добрый весь день я не спеша изучал начало книги классно читать им понравится думаю очень можно стать настольной книгой а это Латинко или что-то другой ну-ка Латинко, Латинко все это я что-то на секунду засомнился вот это очень важно ребята давайте я подряд прочитаю ну еще раз говорю рассчитываю на несколько десятков человек даже не на сотен но кто-то должен дальше дверь приоткрывать мы только с ним приоткрыли вот у нас есть Небельская премия виртуальная за то что мы открыли этот самый происхождение жизни на земле открыли настоящее стопроцентное не вызывая еще никаких сомнений у любого кто хотя бы это прочтет вот и откажется от этой идиотской мысли что случайно слипание молекул мертвых молекул грязная лужа тепленькая а потом знаете как маленькое отклонение сто семьдесят минус градусов сто семьдесят минус хранится с первого человека и не просто хранится сохраняется а нам говорят что у нас мы там произошли из теплой грязной улицы представляете ну вдумайтесь в эту логику какая логика об этом думал тот кто этот сам опарин и второй по моему американец или кто там там две фамилии за этим идиотским утверждением стоит случайно слипание которые еще будут делиться за ночью а именно так на скелета образователях сосудистая система с годами приходит в непригодное состояние от солнечных ожогов морозобои грибных заболеваний как у человека холестериновые бряшки как и в дереве проходит закупорка сосудов нарушается проводимость сосудов что естественно в зимний период ведет к их иссушению естественно все правильно вот только об этом не знают калича дерева вот снижение мороза и зимостойкости в чем отличие выращивания плодов и кустовидным способом это реагирует на одну из моих глав да скажем так причину вижу высокой проводимости сосудов нижней скелетных веток зимующих подстегов а также порассматривается сильнейшее влияние подвое на прямой из скелетной ветки выходящей из зоны слияния это прямой внимание вот где он меня подкупил это прямой в 100 мм зоне будет иметь повышенную морозостойкость в коллективную подвоем чистейший эффективный гибрид плюс наверняка будет просматривать явление гетерозиса и гетерозиса и селекционного клонирования я вас не буду сейчас расшифровывать пугать вас кому надо тот возьмет слова то есть все свойства прямой находящиеся в латентном спящем состоянии приходит возбужденное состояние появляется новый агент признаки точнее восстанавливается давно забытое старое свойство поняли прививку на сеянцы полагаю надо делать высоты 5 сантиметров от каждой силы тут мы не расходимся еще раз два краеугольных камня первое его витативные гибриды появляются в зоне 100 миллиметров в зоне 100 миллиметров от места прививки это латинком вот а железо звучит так чем ближе к месту прививки ну и так далее вот то еще а это мы с ним сидим вот приехали ко мне пили бы чай без всяких этих крепких добавок вот пили бы чай разговаривали и тут выясняется что да мы два сапога вы представляете одной пары вот это ну и наконец я говорю как можно ниже прививку ну чек склонен точности знаешь что такое 5-7 сантиметров это шпичный коробок высота шпичного коробка реально так и выходит хочется еще ниже пальцы мешают я же сторонник прививок у земли пальцы мешают делать ниже видите вот так вот и получается два сапога пара господи был бы ты жив что бы мы натворили с тобой удобно привать зимой зоны стояния под снегом место с расстанием не касается земли нет развития в зоне привыкли или заболеваний то есть ментор производной виртативной гербернизации точка ментор производной виртативной гербернизации Иван Владимирович Мичурин на тысячах опытов доказал что подставкой ментора можно изменить много свойств сорта и скорректировать в угодном направлении вот видите в чем проблема то он тогда а оппонент это что вы ДНК он миллионы лет он устаканился устаканил миллионы лет это теперь железобетонная жесткая конструкция ничего сделать нельзя неотможно ГАМОО например а давайте вспоминать я сейчас прервался все это я перестал его цитировать на несколько минут давайте смотреть когда мы лезем в этот сам поменять Генго я опять да еще десять фильмов сниму но все равно скажу все что думаю ура сделали ГАМОО геноводицированную картошку теперь колорадский жук который будет ее жрать будет тут же издыхать я как прочит это на полном серьезе клянусь богом это было преподнесено как достижение науки я сижу и думаю колорадский жук сразу сдох он такой маленький маленький вот тысячи миллион раз если брать по весу меньше нас тысячи может быть даже миллионы раз меньше по весу конечно мы не отравимся мы не можем отравиться для нас это микродоза съели картошку вторую третью потом я думаю мы то жерем картошку так каждый день почти десятки лет всю жизнь и мне кажется что эта жизнь станет короче знаете колорадский жук сдох сразу а мы тогда я ставлю вопрос по другому кто же скажет будет стоять до упора нет жук сдох картошка целая урожаи поднимаются будут больше значит а тут какой-то микроэлемент там микродоза которая убила колорадского жука нас никогда не убьет тогда я скажу на корми своих этих детей и внуков хотя бы год хотя бы год и тогда проводить с ними опыты вроде как регулярные вот тогда и поговорим а пока ты этого не сделал я бы даже законодатель это запретил бы вообще даже садить у него еще имеют свойство опыления вы же знаете что картошка цветочки дает ведь потом уже не вытравишь ничем вот это одно из примеров вот одно из примеров что уже один способ отменяем а как можно еще до данного здесь вот это все идет по генетике а да ну как да очень просто излучением его калечит именно калечит раз излучили определенные излучения второй партию семян другим излучением третью партию семян еще какими-то новыми характеристиками а вот он посадился господи вот что такое вырасти то может ооо ооо и выросла и вот искалечили но даже без особое знаете что такое по Чернодарвину ведь что такое идет постепенно постепенно изменение вот вот как мы его называем вот и оно не все незаметно но за тысячи лет что-то меняется а вот за миллионные лет тем более меняется да согласны а все что не по это чуть-чуть хуже погибает 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 вот так она у вас такая попробуй-ка я замени за один раз и теперь берется с новыми свойствами вроде бы он стал больше два раза давать плоды а остальные качества ведь что-то изменилось в кочую сторону а что мы не знаем а может это канцероген получился а вы говорите не получился а ты докажи на детях на внука на свои а нет а тогда извините запретить излучением отравить ядами и можно же искалечить опять получается искалечили геном а еще точнее говорить искалечили днк что творится и что интересно нас будем называть уже меня а нас назвали с этим с латинком и латинком нас же и назвали вот что еще да что ли мы с ним пускай дело в том что мы считаем и будем показывать и доказывать что в одном поколении можно изменить свойства другое дело как их закрепить закрепить а давайте мы изменим давайте мы получим шедевры но прививка это самая безобидная из всех изменений геномов всех изменений днк да происходит но иначе нам на север не продвинуться но если я привил абрикос на абрикос дикий мазурский абрикос а он у меня уже не дикий он уже вкусный я говорил выигрывали эти соревнования в культуре привил абрикос на абрикос масло масляное я что этими плодами людей ребенку своему не дам жрут как эти знаете как как с голодного края когда только первый рожай первый рожай ну ладно не буду пальцы загибать ну короче все что привито вот поняли о чем речь идет так вот дальше смотрим уже нашего Латинкова он считает что почему он подставкой можно изменить многие свойства и скорректировать раз а наука говорит нельзя ведь это действительно так ведь зациклились на этом на на опыление все саморазвитие и давно это уже тупик сколько еще 10 20 100 сортов они еще попробуй сохранить черный абрикос он создан настоящий гибрид настоящий а попробуйте его это и еще сколько таких примеров идем дальше все начинает прихватывать но я подчеркиваю это не для всех то что я говорю прямой ментарь через зону слияния воспитывать сервис и в конечном итоге все закрепляется на генном уровне а это уже мать тенков до зоны слияния мы имеем по двое сей нет в зоне слияния паревой ментарь после зоны слияния вегтативный гибрид со свойственными свойствами как у подвое так и паревое и устояв все новые признаки ну тут мы с латинком разошлись как добрейшие друзья люди которые всю сознательную жизнь когда мы подружились стояли прикрывая другую спину вместе отбивая всю грязь которая нас обрушилась вот здесь мы разошлись и я ничего не могу поделать так устоявшимися новыми признаками я бы вот это устоявшимися я не согласен основными признаками согласен никто нас не разделит и на том свете мы не будем его убить мы будем вместе работать в райском саду и еще краше сделаем райский сад вот и вот он считает так что доказано его величество мичуриным великим гением саду пракетом вот мы достижение латинкова уже частично видели а сейчас мы закончим знаете чем этот фильм я сюда вставил специально дело в том что это двадцать первый век это примерно двадцать второй год это выпустив с этими ряжерки это люди которые которые с невероятной злобой отнеслись к появлению на публике Юрия Железова который пытался защитить деревьев которые которые калечат а когда он сослался до меня так еще и мне досталось вот и еще пока не достигла оскорбления выглядит примерно так вот цитирую она значит мягко говоря привела себя неадекватно Юрий Железов отвечал еще пока как очень интересно все культурно каких таких смотрите Ольга вот неполный список вот сторонников с подвижников Железова я горжусь этим Бродский Латинков Боднар Нога Бородец Чернобаев и дальше этот список еще в полсотни внимание теперь смотрите на эту даму она сама виновата она засветилась публично она оскорбляла публично вот она заслужила того чтобы я не просто о и а пусть будет в открытую Ольга Исакова ответила к сожалению она права это страшно увы имена известны только в узких кругах даже не обо всех в Википедии написала но не это важно это напишут то есть мы никто зводник мы из этих свином рылом вылазим только вот ну конечно ну Бродский биолог Латинков металлург Боднар строитель многое я не знаю основную профессию Бородец строитель Чернобаев художник но точно это самое свином рылом в калашный ряд сунулись теперь нам из калашного ряда отвечать не обо всех в Википедии написано но не это важно в Википедии написано гибридизация Железова а почему она сейчас мы ее называем Железова после этого страшного перерыва забыто все все забыто и теперь дальше внимание цитирует мой брат эту даму теперь теперь объективной гибридизации и не надо писать что я придумал лучше бы сама меньше бы позора было любой может прочитать коротко цитирую вегетативная гибридизация популяризировала Лысенко в целях опровержения классической генетики хромосомной наследствии Василий Лысенко потом доказывал да нет же есть классическая генетика есть хромосомная наследствия и он не против был ее вопрос был только в том что если ты друг да если враг значит все что ты пишешь не может быть правдой это это получается так подвесили на нее но я это только высказал свое мнение и так ретативная гибридизация дальше о ней была подхвачена его последовательными дежавю просто фамилия изменилась в результате исследования ложность теории а и вы знаете она что сделала она процитировала человека вы сейчас и на этом закончим эту серию вы сейчас в шоке будете она не ведает что творит она процитировала человека который был явно тайный сторонник Лусенко и соответственно Мичурина почему он взял и это теперь как бы скрижали знаешь что такое скрижали это это навсегда это тридцать пятьдесят лет прошло почти сто лет и это будет ему через сто лет а она хотя бы соображает немножко что ты читай ты выбирала то что против тебя ненавистна фамилия Железова потому что Железову сказали что ты человеку заставила уничтожить грушу вот внимание ну держитесь я иногда говорю привлечь стул вот если настоящий учебник если вот этого дама ей надо за стул держаться вот если она все поймёт о чём есть поймёт итак внимание в результате исследований теория вегетативной организации была провернута вы знаете какое слово здесь появилось смотрите я уже один раз прикалывался но прошло время пора вернуться к Латинкову пора он умер это ещё он был жив а как раз он умер пора его ввести в сон как бы сказать уже сон это люди предтечи это гений вот а что она а что она ну не поняли ещё в результате вот смотрите нет этого слова вообще нету вот нету и всё я всё знаете что сделаю я сейчас его временно уберу смотрите раз нету читаем в результате исследования теории вегетативной организации была опровергнута опровергнута ну она очень малограмотая у неё вот эти склонения так всегда ну и так опровергнута а теперь внимание человек взял и вставил вот это слово внимание ещё раз убрал убрал была провернута и точка а теперь а теперь а теперь а теперь а теперь вы поняли что сделал человек он или сам не понял что этим словом он взял и всю эту гигантскую так сказать клевету гигантскую ошибочную теорию ошибочную что её не существует вот в каком плане ошибочная взял и опровергнут этим словом случайно сам малограмотный ложность теории опровергнута вы понимаете тогда надо было а наоборот вот эти все ложность теории была была то есть вот допустим здесь вот это убираем всё к чёртой мать вот это вот вы понимаете что я самому мне сейчас говорю вот смотрите ложность теории вентиляции была ословно опровергнута как раз ну я наслаждаюсь ну ещё раз ложность была нет а теперь ещё раз опровергнуто всё наоборот и этот человек или тайный сторонник Лусенко Мичурина и он подвёл как бы мину которая заметила здесь которая не была замечена в течение примерно 80-90 лет и только мне удалось используя их эти самые вот эти опровергения якобы то есть как она пишет что я не это не я я не я это не надо писать что я придумал вы понимаете если бы она придумала она бы одна была бы опозорена опозорена вся система понимаете и вывод ещё раз внимание теперь то вот я когда со всех сторон в результате исследовал ложность теории была опровергнута ложность была опровергнута и дальше наличие вентиляции не подтвердилась так вот же подтвердилась чуть выше строчка и знаете что я это не нашёл а вот это вы прибавили вентиляционную вентиляцию вам так хотелось нас предпечатать но вы то ничего Ольга вы ничего не понимаете вообще вентиляционную вы даже не ноль потому что если даже чуть-чуть буду хоть что-то хотя бы не цитировать а своё отдать а наши будет вот чуть позже сейчас я показываю это мой сад видите я и хотел а так как она с подругой сказали мы никогда не будем смотреть фотографии Железова так легко живётся поняли никогда это в той переписке с моим братом вот смотреть фото Железова дальше точка а дальше ещё чего и вот смотрите в Кандалах в Сибирь вот эту девушку в Кандалах никто не приводил вы посмотрите что это такое это 100 граммовый абрикос вот а это череши в Сибири а вы можете их так вырастить вот он ментор а дальше пошёл Латинков мы же это герой дня мы сегодня будем говорить о нём в серии за номером 3 всё извините я пошёл это пить валидол извините друзья вот но это Никитин молодой учёный это наш человек он только один из нас из него выставят гением если вдруг президент академии наук поддержит министерство поддержит науки высшего образования ведь устали что у нас нету своих этих самых ну нету у нас своих ну нету самородков вот все эти самые американцам и прочим англичанам продвижат все новинские вот его могут толкнуть вот а то что он не сделал открытие он подтвердил открытие это я вам железо говорю и третья серия будет уже чисто Латинкова и его и его выводом не его теория но его мнению его мозгам его мыслям и так ждём третью серию хотя нас останется ещё меньше до свидания до свидания Продолжение следует...